К авариам иногда приводит и состояние дорожного полотна. Но как быть, если ремонт провели и проблемы возникли именно после него? С такой неприятной ситуацией столкнулись иркутяне. Лада Рыбакова продолжит. Вираж и еще вираж. Иркутские водители упражняются на этой трассе для автослалома не из спортивного интереса. Ездить по дороге с искусственными препятствиями их заставил недавний ремонт. Новый асфальт в таких условиях почему-то не радует. Ужас очень. Особенно колодцы торчат. Я уже два раза колесом наезжал и ощущение такое, как будто бы, я не знаю, можно по донам зацепиться или еще чем-нибудь. Обруливать их постоянно, шашки играть. Зачем это надо? Надо соблюдать правила автослалома. Иначе водителям-спортсменам грозит наказание. Не смог предугадать маневр соседа по потоку, заработал царапину на борту. Сам не посмотрел по зеркалам перед виражом? Готовься к вмятине. Наезд на препятствия тоже чреват неисправностями. Ведь высота колодцев не соответствует разрешенным строительным правилам и нормам. По ним крышка люка не может быть выше двух сантиметров над полотном. Практически семь сантиметров. Если невнимательный водитель наедет на такое препятствие на обычной резине, то почувствует существенный удар. А если на узкой, низкопрофильной, то может и диск погнуть. Угроза поломок нависает над невольными автоспортсменами почти три недели. Когда же будет финиш, знают в Комитете по управлению округом. Здесь наблюдают за соревнованиями буквально из первого ряда трибун. Официально крупнейший подрядчик по ремонту городских дорог должен уложить еще один слой асфальта уже на текущей неделе. Сделать это раньше не мог. На данном участке работают еще несколько организаций. Второй слой должен быть уложен после завершения работ по укреплению и подготовке колодцев. Эксплуатирующая организация, которая эксплуатирует сети водоснабжения и электроснабжения, работы подготовительные проведены. Мы сейчас ждем хороших погодных условий, то есть сухой погоды для того, чтобы уложить второй слой. В любом случае, двигаемся в рамках установленных сроков. Нарушений по срокам и отклонений по качеству нет. Проверять качество заказчики работ будут 1 августа. Если с погодой повезет, то к этому сроку трасса для автослалома вновь станет дорогой. А подневольные спортсмены – обычными водителями. Клада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням. МО 더 сроков зимой. Стрелкашин. Х鉄. Клада Рыбакова, Виктора Черкашин. Горица. Рыбакова, Виктор Черкашин. Продолжение следует...